мир всем доброе утро дорогие мои вы на канале приют ангелов с вами народный батюшка и я просто еще раз тогда объясню как я отношусь к национальности и к разным особенностям людей разных национальностей так как тот большой ролик который я сейчас про это выставил вызвал некоторые вопросы и люди интересно недосматривают или недопонимают что-то в нем и сразу начинают обижаться начинает обвинять и сразу приходится ну как минимум сейчас я меньше стал в бан отправлять как-то решил что ладно людей можно в трудные времена сначала оставить пусть еще послушают посмотрят может быть разберутся поскольку трудные времена людей в депрессии в раздражении и хочется на ком-то сорвать это все и поэтому они так раздражаются и там тоже маленечко раздражили что ну как так вот вы защищаете какие-то особенности людей которые кому-то кажется не хорошими кому-то кажется не хорошие но я их защищаю потому что если мы с вами разберемся в национальных традициях всего мира то мы найдем все все грешные для нас традиции которые в других народах абсолютно считается нормой а то есть святость то есть святость ну у нас какие такие особые претензии ко всему скажем сребролюбие у нас это прямо грех я уж извиняюсь скажу за иудеев у них богатство это признак отношений с богом что бог этого человека любит если ты бедный ты оставленный но к сожалению и так поэтому это один из принципов почему у них копится деньги почему они хотят состав forbes попасть и гордятся тем что они такие цифры это у них такой признак значит отношений с богом то что делиться надо здесь но они тоже это знают ну в общем ладно что еще у нас блуд или или секс как сейчас признано у нас с вами осуждаемы но ведь есть та же индия где кама с утра это священно действие и во многих народах это священно действие и мы их обвинять не можем что у них такая у нас христос предложил другую религию не надо никаких сансов проходить не надо перерождаться еще что то не надо таким священно действием заниматься для просто так и для удовольствия нужно рожать детей для этого все это вам дано но ведь те старые религии и те старые верования живы и будут живы пока все не станут пока всем евангелие не придет как говорится в душу а стать христианином это дар божий поэтому многие и хотели бы и желали бы но не могут господь их еще не выбрал верные поэтому у них вот этих правила которые мы с вами говорим не живут и даже говорят что есть еще до сих пор племена которые соплеменников едят нет я видел там в передаче ну правда не мертвецов съедали неживых убивали вот такая как бы форма но что мы должны с ними сделать вот с этими людьми взять их и уничтожить что ли пока они как говорится не несут не несут вреда другим тем что они делают не едят наши трупы я думаю мы их не можем трогать поскольку они такие же люди как и все остальные но время от времени есть конечно качество которое мы осознаем как в какой-то степени естественно излишне когда они начинают эти качества в этих людей подавлять других людей или даже уничтожать этих людей то есть что такого плохого было в национальной горности ничего плохого нет я считаю это нормально когда нация сознает свои возможности особенности культуру свою сознает и строит из нее жизнь но когда вдруг она говорит что это высшие культуры и значит все остальные кто ее не соблюдает и не похож на эту нацию должны погибнуть то это фашизм это нацизм это это грех это сатанизм в конечном итоге мы так это можем сказать поэтому здесь когда я объясняю что мы все разные у нас есть разные наклонности особенности и способности и таланты я ничего такого не естественного не говорю это каждый человек отличается другого тем что я сейчас перечислил но есть все таки в определенной степени обобщающие особенности наций которые еще раз повторяю и одна из источников моих повторений ну нет сказать что лев николаев гумилев это слишком сузить потому что на эту тему многие философы до всю жизнь говорят у нас то есть такая где родился там и пригодился такая у нас есть особенность у нас есть матушка земля которая силу дает мы всех богатырей вспоминаем как они получали силу так вот от земли например получали поэтому то что моя теория что национальные особенности у человека от земли на которой он живет я считаю верным не от крови не от формы человека не от цвета кожи от земли как раз вот эти форма цвет кожи нос там например мне где-то на кавказе объясняли почему нос вот у них такой вот он у нас вот такой значит потому что мы ходили пешком все время на охоту и нам нужно было нюхать как бы они на конях им нужно было главное что внизу на земле делается потому что там и змеи есть и в общем вся и провалиться можно в общем вот так обосновали но может быть и так то есть форму человека цвет кожи у нас по библии от бога то есть господь дал разные кожи разным народом после вавилона разделил их на языки и на разные кожи то есть мы различны стали вот для такого разделения но он еще и разделил их по разным местам жить и жизни по всей планете расселились можно так сказать из преддверий рая потому что адам то был изгнан из рая сначала а потом одна седьмая часть рая ему была придана ну вот абхазии считает что это их придрайская такой адам уже на ней начал жить но расплодились по всей земле в разных кожах и чтоб случилось на самом деле когда утверждают ученые все эти кожи и все эти носы и это разные лица и разные глаза именно из особенностей местности где-то надо было прищуриваться потому что там и пески и так далее и поэтому где-то надо было быть высоким потому что надо где-то низким чтобы тебя не заметили как пигмеи там и так далее там подобное то есть ученые сами утверждают что все от земли происходит от той местности где человек проживает от той природы которая его окружает поэтому я ничего такого особо нового не вещаю эту как научные так и духовные сведения что нас бог расселил по разным местам и дал разные нам свойства но от этого у нас исходит и понимание что уничтожать нацию которая живет на какой-то территории это абсолютно бесполезные вещи то есть давайте на русских все тут все тут на русских значит идет я уже рассказывал что до русские имеют особые свойства они эти свойства получили от тех территорий которые имеются причем русские которые жили на маленьких территориях там киевская русь московская русь они имели немножечко другие свойства у них немножечко другие возможности и если мы читаем и не узнаем себя в этих русских считаю что ну а как они вот княжество тоже московское княжество было разделено на 12 еще такое так сам само то маленькое еще на 12 и у всех свои значит правила и так далее народности в московском княжестве кто-то рыбаков по моему изучал или проб такой фолькл в общем указывали что больше 70 народности проживало на этой территории то есть они уже были разные еще разделенные и естественно они в разного свойства эти люди были и что теперь мы видим и исходя из моей теории и тех теорий которые к духовности и к науке относятся ну ты можешь уничтожать русских но пока есть эта территория где эти свойства получают люди русские всегда будут всегда будут русские грузины русские азербайджанцы русские башкиры как бы они себя отдельные нации не обозначали но когда они где-то выезжают всем видно что они этого свойства что вот они немножко русские да и любят они выезжая куда-то немножко русскими показаться потому что у русских вот такое свойство свободы значит быстрого освоения тех территорий где он начинает проживать и так далее там подобные удивление на то какие правила там могут быть но точно так же вся нелепость когда пытаются как у кого-то другого уничтожить и давайте вот эти сталин сделал такую вещь он попытался людей переселить из одних территорий в другие территории чтобы можно так сказать ликвидировать народы нет он не народа ликвидировал он ликвидировал свойства некоторых народов а вот вы так себя ведете а давайте-ка вот туда переселитесь и там вы приобретете другие свойства приобретете другие не всегда положительные для этого народа я огромный противник вот таких переселений для перевоспитания но что перевоспитывал это когда он туда переселял земля местность природа естественно в сибири когда ты живешь и валишь лес ты себя по-другому будешь вести поэтому вот бессмысленно людей обвинять в каких-то свойствах национальных и пытаться их переделать их тех людей и считать что эти свойства не естественные они естественные потому что они от земли от природы эти свойства другое дело что они не могут не вписываться в те рамки других народов где едят свои трупы где не секс не размножение а богослужение может не вписываться но и принятие тогда его такого какой он есть есть тоже священно действие вот такого так какой он есть поэтому уничтожение народа живущие на этой территории оно бессмысленно другой народ сюда пришли будет иметь те же самые свойства даже может быть сменит цвет кожи а свойства будут те же самые вот такое мое мнение но время от времени земля перестает подпитывать я бы так сказал нации и этих людей мы это видим у тех же богатырей как получают они силу от землюшки но время от времени вдруг видим что растворяется раса некоторые готова она погибла вот там все ну не знаю мире в америке индейцев истребили в больших количествах вот там индейцы в большом количестве погибли но это не потому что земля так поступила на их кормила она им дал могла дать все силы и все остальное их пришли и более сильные уничтожили но время от времени земля перестает питать и народ уходит я видел у клёсова по моему объяснение вот этих миграций до у многих ученых что люди идут туда где есть больше продуктов питания ледник спускается вот 15 тысяч лет назад начал спускаться ледник и народу ушли вот с этих территорий он дошел до кавказа этот ледник перекрыл вот этот промежуток между черным и каспийским морем народ весь ушел туда потому что здесь был ледник ну представить что здесь ледяная глыба четыре километра нам конечно трудно а ледник был 24 километра как на нем питаться никак конечно ты уйдешь и перестанешь там жить сибирь у нас там до сих пор ледник вот это мерзлый мир злота вечный мир это же ледник вы скажете на нем земля да но это то что наносит за эти тысячелетия здесь тоже вот ледник пришел простоял 10 тысяч лет на нем пятьдесят пятнадцать пятьдесят десять метров земли образовалась начали расти деревья все так далее пока он не стаял весь не растаял отступил так называли вот ведь это как бывает так вот когда земля перестает давать силу вот этим народом в том числе и через питание то естественно они уходят уходят и меняется свойства этого народа она больше приобретает свойства тех кто в другой местности живет ну например у клесова гапала группа r1a1 как бы группа русских она и в индии высшие каста махараджи r1a1 и в европе почти у всех славян встречается прибалта в большой степени и в америке есть и и то есть вроде все как бы по генетически русские а свойства разные индийцы высшие касты совсем живет не так как мы здесь вот r1a1 живем почему земля разная природа разные условия разные поэтому национальные во первых преимущества которые ты хочешь как нацизм выставить это бессмысленно ты глупо это нет тебя твои свойства и нет того что ты вот это земля тебе дала ну и пользуйся и любить то что у тебя есть но не надо думать что ты выше всех от того что вот эти свойства имеешь и точно также бессмысленно уничтожать нации за то что они имеют эти свойства вот так мое объяснение все от земли как приходят так и уходят эти свойства конечно это накапливается генетически в людях но когда они переселяются в другие места то в третьем четвертом в поколении они могут терять эти свойства и не вспоминать где то что они русские были или наоборот были другой нации все здоровья вам всем радости и будьте рады той национальности которая у вас есть но не думайте что она имеет какие-то преимущества потому что тот кто свет съедает трупы своих родственников считает что он лучше нас с вами знает как жить и поэтому в общем давайте жить дружно друзья и любить всех кто есть пока они любит нас здоровья всем радости аминь